Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень важная тема с Брайаном Трейси. Мы поговорим о том, как ставить цели и достигать цели. Это одна из самых важных целей. Поэтому слушайте внимательно великого мастера, гуру Брайана Трейси. Здравствуйте, Брайан! Здравствуйте! Рад вас видеть! Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить о постановке и достижении целей. Я сказал, что это одна из самых важных тем, и стоит слушать очень и очень внимательно. Да. Как я уже говорил раньше, в начале жизни я не получил хорошего образования. Работал на низкооплачиваемых работах, и однажды узнал о том, как важно записывать свои цели. Я никогда раньше не слышал о целях, если дело касалось не спорта. Так что я тогда сел и написал список из 10 целей. Я потерял тот листок. Но в течение следующих 30 дней вся моя жизнь изменилась. Это было как прикосновение к оголенному проводу. Насколько это меня потрясло. И с того дня до сегодняшнего я почти что фанатик, когда дело касается важности постановки целей. Я изучил постановку целей, я писал о постановке целей, я делал программы по постановке целей, они продавались за миллионы долларов, их перевели на 20 или 30 языков. Так что сегодня, за отведенное нам время, я расскажу вам лучшее из того, что я узнал. В Йельском университете в 1952 году проводили исследование, опрашивали студентов-выпускников Йеля, одного из лучших университетов мира. Выпускному классу задавали вопрос, есть ли у них цели, и выяснили, что 3% записывали свои цели, 14% держали цели в голове, не записывая, 83% вообще не имели целей. 20 лет спустя провели опрос тех же людей, и выяснили, что те 3%, которые записали свои цели в начале своей карьеры, заработали больше, чем все остальные вместе взятые, чем 97%. В финансовом смысле, они заработали больше, чем суммарно заработали 97%. И эта разница между 3% лидеров и оставшимися 97% постоянно, она подтверждается всеми исследованиями, которые проводят сегодня. 3% высших общества контролируют большую часть денег и материальных ценностей. Несмотря на то, что начали все одинаково, с нуля, В большинстве обществ люди начинают путь к успеху вообще без денег. Некоторые, таких меньше 10%, получают некоторые деньги от семьи. Гарвардский университет, который соревнуется с Ельским, решил провести исследование в 1979 году. Они опросили выпускников программы МБА, есть ли у тех цели и планы по их достижению, и получили те же цифры, в каком году? В 79-м. Те же цифры. 3% записали свои цели и планы. У 13% цели и планы были, но не в письменном виде. У 84-х не было ни целей, ни планов, кроме как уехать из университета и насладиться летом. Десять лет спустя, в 89-м году, они выяснили, что те, кто знал свои цели, но не записал, зарабатывают в бою больше тех, у кого целей не было вообще. Но те, кто записал свои цели, зарабатывают в 10 раз больше всех остальных 97%. Единственной разницей были записанные цели. Все работали на разных должностях, в разных сферах, разъезжались по разным частям страны. Единственная разница была в том, что люди, записавшие свои цели, были куда более собраны. Мы говорим о том, что расстановка целей для самих себя и работа над этими целями окупится в 10 раз или в 1000% увеличит ваш доход в течение жизни, чего не достичь без записанных целей. Вопрос в том, кто и как относится к постановке целей. Билла Гейтса, Уоррена Баффета и его отца однажды спросили на вечеринке, какова самая важная составляющая успеха. Мы уже говорили об этом. И ответ был фокус. Сосредоточенные люди успешны. Те, кто не может сфокусироваться, нет. Мое любимое слово относительно успеха – это ясность. Я люблю слово «ясность». Я думаю, что успех и счастье на 95% зависит от того, насколько ясно вы представляете, кто вы. Это очень важно. Какой вы, если говорить о сильных и слабых сторонах, о ваших желаниях и целях. Настоящее счастье и успех приходят, когда вы сочетаете то, каким являетесь внутри, с целью, которую хотите достичь извне. Я обучал процессу постановки целей миллионы людей более чем в 60 странах. И мы говорим об этом здесь. Самое важное в процессе постановки целей – это четко определить, чего вы хотите. Снова наша любимая ясность. Чего именно вы хотите? Наполеон Хилл, который писал об этом 100 лет назад, говорил, ключом к успеху является ваше жгучее желание. Желание – это огонь, который мотивирует вас преодолевать препятствия. А чтобы желание было жгучим, ваша цель должна быть личной. Нельзя двигаться к цели только потому, что кто-то другой хочет ее достичь. На моем семинаре был клиент, родители которого хотели, чтобы он стал врачом. Он ненавидел саму эту идею, не переносил вида крови. Но родители были очень настойчивы. Его отец был врачом, и сам он, наконец, стал врачом. И физически заболел. Стресс был так велик, что он перешел в физическую болезнь, и у него развился рак. Он пошел к психологу, и психолог спросил, чем вы действительно хотите заниматься в жизни. Клиент ответил, я всегда хотел стать архитектором. Психолог сказал, у вас рак, вы скоро умрете. С тем же успехом вы можете посвятить остаток жизни, шесть или семь месяцев, занимаясь архитектурой или хотя бы изучая ее. И он решил пройти курс в местном университете. Трехмесячный курс архитектуры. Он бросил медицину и начал изучать архитектуру. И выздоровел. К нему вернулось здоровье. Он продолжал обучение, защитил диплом, открыл архитектурное бюро и быстро добился успеха. Когда я встретил его, он был одним из самых счастливых и здоровых людей, каких только можно было представить. Я говорю об этом только потому, что многие из нас верят, что наши цели должны определять для нас наши родители или наша семья. А цель должна быть вашей. Это должна быть личная цель, то, чего хотите именно вы. Вторая часть ясности заключается в том, что вы должны ставить цели, в которые можно поверить. Многие люди думают, я поставлю себе цель и стану миллиардером в течение года. А сколько денег у вас сейчас? О, у меня вообще нет денег. Но я хочу быть миллиардером в течение года. Большие цели не мотивируют вас. Они отбивают у вас желание двигаться. Потому что вы пробуете, стараетесь раз за разом, и у вас ничего не получается. Когда я только начинал изучать постановку целей, я задался целью удвоить свой доход за год. И ничего не случилось. А потом я узнал, продолжив учиться, что если цель слишком большая, в ней нет мотивирующей силы. Тогда я поставил цель увеличить свой доход на 40% за год. И тогда начался прогресс. Я действительно увеличил доход на 40% в тот год, на 40% на следующий, а затем добился успеха. Убедитесь, что ваша цель реальна, но при этом она должна быть слегка вызывающей. Настолько, чтобы вам пришлось напрячься и работать усерднее, чем раньше. Но не ставьте смешных целей. Эйнштейн говорил, что ваша цель должна быть настолько четкой, чтобы вы могли объяснить ее шестилетнему ребенку так, чтобы ребенок мог объяснить другому шестилетке. И оба ребенка поняли, можете ли вы достичь своей цели. Ваша цель должна быть четкой. Нельзя сказать, я хочу быть счастливым, или я хочу быть успешным. Я хочу путешествовать, потому что шестилетний ребенок не сможет взглянуть на вас и понять, добьетесь ли вы своей цели или нет. Все большие цели должны быть связаны с цифрами. Финансовые цели, цели здоровья, цели бизнеса, все должно быть просчитано, чтобы ребенок мог, и вы тоже могли определить ваши шансы на успех. Это первый шаг. Будьте точны и ставьте четкие цели. На моих двух- и трехдневных семинарах некоторые люди много часов решают, каких целей они действительно хотят добиться. И я даю им серии упражнений, которые помогают людям оценить их жизнь с нескольких точек зрения. Один из вопросов, которые я задаю, звучит так. Какие главные цели вы бы поставили, получив гарантию их успеха? Если бы вы могли гарантированно достичь любой цели в мире, что бы вы выбрали? Это обычно помогает людям понять, да, вот она моя цель. Второй шаг – это записать цель. Только 3% взрослых записывают цели, и они зарабатывают больше всех остальных вместе взятых. 3% людей, которые записывают свои цели, поднимаются на вершину любого бизнеса, в любой организации. Это они живут в больших домах, водят дорогие машины, владеют яхтами и чудесно проводят отпуск. Остальные 97% у которых нет целей, работают на них, трудятся в офисе, пока те наслаждаются отпуском. И вы можете перейти из нижних 97% в верхние 3%, взяв листок бумаги и записав свои цели. Через несколько минут я объясню, как это делать. Шаг номер 3. Установить дедлайн своим целям. Ваше подсознание обладает большой силой и работает, когда вы отдаете ему приказ. Подсознание не владеет творчеством, оно ничего не создает, как говорят некоторые книги, потому что это сверхсознание отвечает за творчество. Подсознание просто подчиняется вашим командам. Представьте свое подсознание как фабрику. Ваше сознание будет отделом менеджмента. Когда вы выбираете цель и срок, вы посылаете приказ на фабрику, произвести эту цель вовремя. Очень часто ваше подсознание закончит эту цель раньше, чем вы рассчитывали. Иногда с задержкой. Но у вас всегда должно быть четкое время для достижения цели. К примеру, иногда люди говорят, я хочу получить миллион долларов. И происходит чудо. Они выигрывают в лотерею или что-то еще и получают миллион долларов. Но поскольку это произошло слишком быстро, они так же быстро теряют все деньги. Они много тратят и глупо вкладывают. У нашего подсознания обычно свой тайминг. Если вы не достигли своей цели вовремя, значит просто еще не время. Слишком рано для цели. Вам все еще нужно расти, взрослеть изнутри. Это три первых шага. Решить, чего вы хотите, записать это и установить дедлайн. Это изменит вашу жизнь. Так, словно вы повернули руль своей машины и двинулись в совершенно другом направлении. Но этого мало. Следующий шаг. Спросите себя, какие препятствия стоят на вашем пути к цели? Вопрос звучит так. Почему вы сейчас не у цели? После этого вопроса люди сразу думают, вот почему. Они иногда верят, что недостаточно умны, недостаточно креативны и так далее. Но этот вопрос помогает прояснить, что вас блокирует. Иногда люди говорят, мне никогда не заработать таких денег в этой компании. Когда-то ко мне подошел мужчина, который работал в компании, которая занималась электротехникой. Он работал на складе, и он сказал мне, что хочет удвоить или утроить свой доход. Я спросил, знает ли он кого-нибудь на том складе, кто зарабатывал бы вдвое или втрое больше, чем он? Он ответил, нет, у нас на складе все работники зарабатывают одинаково. Я спросил, а кто зарабатывает вдвое или втрое больше? Он сказал, продавцы в главном офисе. И я сказал, если хотите удвоить или утроить доход и остаться в своей области, вам нужно заняться продажами. Он ответил, но я ничего не знаю о продажах, а ведь продажам можно просто научиться. Через год я вернулся в тот город, он подошел ко мне, он был одет как бизнесмен, и он спросил, помните меня? Я его не помнил, но он сказал, вы советовали мне уйти в продажи. Я это сделал, и теперь зарабатываю втрое больше, чем когда-либо. Я просто сменил работу. Иногда преграда в том, что вы не можете заработать денег на текущей работе. Иногда преграда это ваш босс, или то, что вы живете не в том городе. Многие говорят, в этом маленьком городе мне не достичь моих целей. Что ж, если вы действительно хотите достигнуть цели, вам нужно переехать в большой город, потому что именно там находятся все возможности. Так какие же препятствия стоят у вас на пути? Хочу предложить нашим слушателям и зрителям очень мощный мысленный инструмент. Он называется теорией ограничений. Его много лет назад выявили консультанты топ-менеджмента и вели трех-четырехдневные семинары, объясняя этот концепт. Через несколько минут я объясню это нашим зрителям. Речь идет о том, что вот вы, а вот ваша цель. Между вами и целью находятся ограничения, которые вас сдерживают. Это как, например, если вы хотите доехать из Москвы в Санкт-Петербург. Это примерно семичасовая поездка. И если я спрошу, сколько вам нужно времени, чтобы доехать из Москвы в Санкт-Петербург, вы ответите, примерно семь часов. И я скажу, но сейчас ведутся большие дорожные работы, дороги размела. Осталась всего одна полоса на всех трассах от Москвы до Санкт-Петербурга. Сколько теперь понадобится времени? Ответ таков. Это зависит от того, сколько времени я буду пробираться через застройки. Все дело в ограничениях. Если вы выйдете в полночь, вы доберетесь до места в 4 часа утра, ведь на дорогах не будет машин. В дневное время вам придется ждать несколько часов. Вопрос в том, что задает скорость, с которой вы достигаете самой важной из целей. Что задает скорость? Вы должны постоянно спрашивать себя, от чего зависит скорость. Правило 80 на 20 применимо к ограничениям. 80% причин того, что вы не достигаете целей, препятствий, находятся внутри вас. И только 20% снаружи. Два дня назад я поделился этой идеей с командой топ-менеджеров одной из самых крупных российских компаний. Они сказали, это удивительная идея. Они никогда не думали, что 80% проблем, с которыми они сталкиваются и успешно борются на современном рынке, на самом деле не снаружи, а внутри компании, а часто и в них самих. Успешный человек всегда спрашивает, что вам не мешает мне двигаться? Недостаток умения или самодисциплины? Иногда вам может не хватать единственного навыка, только он вас издерживает. Я помню, как на мой курс пришла женщина, которая сказала, что у нее отличный товар, отличный сервис, она хорошо умеет продавать, работает на хорошую компанию, но ее показатели были очень низкими. Я спросил, как вы думаете, что вас сдерживает? И она сказала, я знаю, что тайм-менеджмент, я трачу много времени впустую, я не умею им пользоваться. Я ответил, с тайм-менеджментом никто не рождается, это не программа, это навык. Вы когда-нибудь обучались тайм-менеджменту? Она сказала, никогда. Я посоветовал ей свой аудиокурс по тайм-менеджменту, 7-часовой. Она написала мне, что в течение двух месяцев она каждый день слушала мою программу и утроила свой доход. Она поднялась с самого низа на самый верх, изменила свою жизнь. Она научилась тайм-менеджменту и теперь может использовать все остальные навыки в полную силу. Так какая преграда сдерживает вас? Что у вас самих вам мешает? Недостаток навыков, качество или чего-то другого? Начните над этим работать. Следующий шаг тайм-менеджмента в том, чтобы определить дополнительные знания и навыки, которые понадобятся нам для достижения целей, в особенности вашей главной цели. Спросите себя, какова моя главная цель, какие навыки нужны для ее достижения? Как мы уже говорили раньше, каждая новая цель предполагает новый навык. Чтобы достичь цели, которые вы никогда не достигали раньше, вам нужно развить один или несколько навыков, которых у вас раньше не было. Предположим, вы начинаете работать с продажами. При этом у вас, скорее всего, очень мало навыков продаж. Вам, возможно, придется развивать все семь ключевых навыков, чтобы добиться успеха. Иногда требуется развить только один навык. Умение просить клиентов купить, завершить продажу. Я работал с людьми по всему миру, и они говорили, что отлично овладели всеми аспектами продаж. Но когда дело касалось просьбы принять решение о продаже, они не знали, что сказать. Но я утверждаю, что этому можно научиться. Я сам фокусировался на этом много лет. Я рассказываю, как нужно уговорить людей сделать покупку. Мне говорят, что никогда об этом не слышали, что через месяц их продажи вырастают в два или три раза. Их доход увеличивается, поднимается с низов на вершину благодаря одному навыку. Так что спросите себя, какие дополнительные знания вам нужны? Какой дополнительный навык? Мы с вами живем в эпоху информации. Все требует новой информации, новых знаний, новых умений. Все изменяется быстрее, чем когда-либо раньше. Так что если вы не изучаете нового каждый день, вы начинаете отставать. Мой друг занимался менеджмент-консалтингом. Однажды его вызвал президент компании и сказал, мы сдаем позиции на рынке, наши продажи упали, наша прибыль падает. Не могли бы вы дать нам совет? Он сказал, да, конечно, могу. Пожалуйста, скажите мне название лучших книг, лучших изданий, курсов, семинаров по вашей области, чтобы я лучше ознакомился с вашей сферой. И президент компании сказал, а я не знаю. Я не читаю ничего по этой теме. Я даже на собрания и конвенции не езжу. Я не знаю. И мой друг сказал, стоп, я сэкономлю вам много денег. Проблема не в бизнесе, проблема в вас, потому что вы не следите за тем, что происходит на поле вашей деятельности. Вспомните, 80% людей перестают учиться своей профессии в течение года после выхода на работу, и их доход никогда не растет, и их жизнь не становится лучше. Так какие дополнительные навыки и знания из всех возможных умений и знаний важнее всего? Начинать нужно всегда с того умения, того знания, которое важнее всего для вас. Я уже упоминал, что много лет назад я решил, что хочу изучать стратегическое планирование, потому что это работа высокого уровня с высокой оплатой. Так что я поинтересовался и узнал, что мне необходимо знание стратегического планирования. Как им заниматься? Я пошел и купил лучшие книги по стратегическому планированию. Книги экспертов. Я прочитал их от корки до корки. Я делал заметки и создал свой собственный процесс стратегического планирования, используя их идеи. А затем я занялся стратегическим планированием для крупнейших компаний мира. И они сказали, что это были великолепные семинары по планированию. И все это я узнал из книг. Много лет назад я был банкротом, но хотел добиться успеха в сфере девелопмента недвижимости. Но я ничего не знал о нем. Так что я отправился в библиотеку и взял там 11 книг о недвижимости, о том, как ее развивать. Книг, написанных экспертами, которые заработали в своей сфере миллионы долларов. Я прочитал эти книги от корки до корки. А затем, используя полученную в них информацию, я нашел объект недвижимости. И я знал, как говорить с его владельцем, как купить недвижимость с небольшим первым взносом. Я узнал, как заработать деньги на этом имуществе. Как найти партнера, который вложит свои деньги, и в течение года я смог бы с нуля обустроить торговый центр стоимостью в 3 миллиона. Когда я открыл этот торговый центр, все площади были сданы. Все до последнего фута. Это был финансовый успех с самого начала. А затем я продал 75% торгового центра большой компании, которая заплатила за них полную стоимость. Люди спрашивали, как тебе это удалось? А я отвечал, я просто прочитал книгу. В книге была глава, как приобрести недвижимость, если у вас нет денег. Я просто следовал указаниям, как приобрести недвижимость без денег. Люди говорят, это поразительно. А я отвечаю, все это есть в книгах. Вы сами можете научиться. Это же просто. Итак, следующая часть. Определить знания и навык, самое важное знание и самый важный навык, и поставить их своей целью. Составить план и работать по нему. Следующий шаг. Определить людей, чья помощь вам понадобится для достижения цели. Как говорится, чтобы достичь большой цели, нужна помощь многих людей. Здесь вам нужно найти людей, которые отдадут вам свое время, дадут взаймы, свои деньги и обеспечат поддержку. Так что спросите, какие люди понадобятся мне и что я могу сделать для них в обмен на их помощь. Всегда начинайте с того, чем будет выгодно другому человеку сотрудничество с вами. Я много лет работал со многими успешными людьми. И первое, что они делают, это определяют людей, которые могут помочь им и идут к этим людям. Но прежде чем идти к ним, они думают, что такого я могу сделать для этого человека, чтобы он захотел мне помочь. Они начинают с такой точки зрения. Еще вам понадобится поддержка вашей семьи, ваших супругов и детей. В особенности, если вы предприниматель, вам понадобится помощь вашего банковского агента. Для того, чтобы бизнес рос, обычно требуется финансовая поддержка банка. Мой друг Харвин Маккей, очень успешный человек, он начинал с фирмы по производству конвертов. Бизнес начал расти, ему потребовались деньги. Его система была очень проста. Он взял карту города, обвел 5-километровый круг вокруг своей фирмы, нашел в этом круге банки. Затем вошел в каждый из них и попросил ссуду. Все ответили отказом. Он спросил, почему? И тогда ему объяснили, почему они не выдают ссуду. После чего он вернулся и переписал свою заявку. Он обвел кружком 10 километров вокруг своей фабрики и зашел в каждый банк в этой области. Все ответили отказом. Он снова спросил, почему? Ему ответили. И он изменил свою заявку. Он обводил 15 километров. 25 километров. 50 километров. И наконец нашел банк в 100 километрах от фабрики, который ссудил ему деньги. Мы спросили его, сколько ты собирался продолжать? Ты же был в 95 банках. И все сказали нет. Я спросил, как долго ты продолжал бы и когда бы сдался? Он ответил, что не сдался бы никогда. Он продолжал бы расширять свой круг. Но каждый раз, получая отказ, он спрашивал, почему? И продолжал изменять свою заявку, пока далекий банк в другом городе не дал ему деньги. Он превратил свою компанию в одну из самых успешных компаний Америки. Он стал богатым человеком. Продал свою компанию за 75 миллионов долларов. Он верно сказал, что никогда бы не сдался. Он знал, что ему нужна помощь банка. Ему необходим был банк. Поэтому он продолжал запросы. То же и с вами. Многие люди ставят цель, начинают двигаться к ней и очень удивляются количеству сопротивления, которое они встречают. Количество негатива, частоте неудач, частоте отказов, особенно это верно для продаж. Люди идут в продажи. Они говорят, это отличный товар. Они звонят покупателю, а тот говорит, мне это неинтересно. Люди удивляются. Они думали, что покупателю нравится. Они идут дальше, и следующий говорит им, мне это не нужно. Люди в шоке от того, что никому неинтересен их товар. У меня тоже был такой опыт, когда я работал продавцом. Я целыми днями стучал в двери, и мне всегда говорили, мне это неинтересно. Нет, спасибо. Неинтересно. Я начал думать, что товар недостаточно хорош. И только потом понял, что я не знал, как нужно продавать. Это была моя проблема. Так что я решил научиться тому, как нужно продавать. Я научился. И продавал свой товар тем же людям, которые говорили, нет, мне это неинтересно. А теперь отвечали, да, я куплю. Дело было вовсе не в покупателях, а во мне. Итак, снова вернемся к теории ограничений. Спросите себя, что меня сдерживает? После этого вам нужно определить препятствия, которые нужно преодолеть. Самые важные препятствия. Затем определить умения и знания, которые вам нужны. Определить людей, которые помогут вам достичь цели. Запишите все это. Составьте список. Вот все те вещи, которые я должен сделать для достижения цели. В вашем списке будут 10 или 20 или 30 разных позиций. Я помню, как много лет назад поставил себе цель импортировать японские автомобили в Канаду, где тогда я жил. Я составил список из 42 вещей, которые необходимо сделать, чтобы успешно начать бизнес по импорту. И я начал работать согласно списку. Через три месяца после начала моей работы над списком, прибыли первые японские машины и начали свой путь от складов к дилерам. Люди говорили, у тебя не было ни знаний, ни опыта в импорте японских автомобилей. Как ты смог? Я отвечал, у меня был список. У меня был контрольный листок, и я просто работал по нему. Так что составьте список всего, что вам нужно делать. Задайте последовательность пунктов, что нужно сделать сначала, а что потом. Я уже говорил об этом раньше, но сама идея записей и упорядочивания пунктов проясняет ваши мысли, мотивирует вас. И если вы разобьете дело на несколько меньших дел, вы увидите, я могу это и это и это могу. Начнет расти ваша вера в то, что это возможно. Когда вы успешно сделаете первый шаг, ваша уверенность растет. Со вторым шагом растет еще. И так с каждым шагом вы развиваете свою уверенность в том, что вы можете преодолеть любые преграды. Вначале вы упорядочиваете список по последовательности. Затем сортируете по приоритету. Что более важно, а что менее важно. Вы заметите, что и здесь работает правило 20 и 80. 20 процентов ваших дел обеспечат 80 процентов вашего успеха. На мой семинар приходил мужчина, который начал свое дело в 18, а на тот момент ему было 28. И он был очень успешен. Но он 10 лет проработал по 12 часов в день. 7 дней в неделю. У него не было личной жизни. Он не встречался с девушками, и он чувствовал, что упускает свою юность. Путешествия, все то, чем занимались его друзья. Зато у него был очень успешный бизнес. И он сказал мне, проблема в том, что он хочет продать дело, но никак не может найти покупателя. Я спросил его, что он знает о продажах бизнеса? И он ответил, ничего. Тогда я спросил, не думал ли он купить книгу о том, как продавать свое дело? Он ответил, а что, есть такие книги? О том, как правильно продавать бизнес? Я ответил, да, каждый год продаются тысячи собственных дел. И я уверен, что есть эксперты, которые писали книги на эту тему. Это было в средине семинара. Во время перерыва он вышел из отеля, зашел в ближайший книжный магазин, в секцию с книгами о бизнесе. И там было 20 книг о том, как продавать свое дело. Он купил три книги, принес с собой и показал мне со словами. Я понятия не имел, что для этого существует своя система. И сказал, что продаст свое дело. Мы говорили с ним позже. Он составил предложение о продаже. Сделал все так, как было описано в книгах. Нашел клиента, продал свой бизнес за очень большую сумму. И готовится путешествовать по всему миру. Он сказал, это потрясающе. Когда я собрался учиться тому, как продать бизнес, выяснилось, что у кого-то уже есть все ответы. И это очень важно. То, что все ответы можно найти. Чего бы не хотели достичь вы в своей жизни, всегда есть тот, кто уже этого добился. Возможно, тысячи и миллионы людей уже добились этого. Много лет назад меня спросил бизнесмен, который занимался франчайзингом. Работал с восьмию сотнями владельцев бизнеса. Он спросил, могу ли я выступить с лекцией о том, как стать миллионером? Я ответил, конечно. Потому что, когда занимаешься спикингом, ты всегда говоришь, конечно. Затем я сел и понял, что ничего не знаю о тех, кто сам сделал себя миллионерами. Мне было 36 лет. Всю жизнь я хотел стать миллионером. Но оставался банкротом. У меня не было денег. Мне пришлось продать дом. И я сказал, что ж, я узнаю, как люди становятся миллионерами. И я был потрясен количеством исследований самостоятельных миллионеров. Были книги, были статьи, были курсы. Я начал покупать их и читать. Я выяснил, что тысячи миллионеров изучались очень тщательно. И выявлен процесс того, как человек сам себя делает миллионером. Начиная с нуля. В среднем на это уходит 22 года. Начиная с нуля. Но человек становится миллионером. Таков результат исследований тысяч миллионеров. И я собрал качества таких миллионеров. Свел их в одну программу и назвал ее «21 секрет успеха миллионеров». Что они делают не так, как обычные люди? Я утверждаю, что каждый из этих секретов просто необходим. И я написал речь и выступил. Она была очень хорошо принята. Все были рады. Другие люди просили меня выступить. И, наконец, я записал эту речь на кассету и на диск. Затем написал по ней книгу. Она продавалась сотнями тысяч экземпляров. И многие люди возвращались ко мне и говорили, «Я прослушал эту программу 50 раз, и теперь я миллионер». Но есть новости и получше. Пока я учил программе, я сам все глубже изучал те качества, и через пять лет я стал миллионером. Всю жизнь я работал, но пять лет назад я начал изучать тему и стал миллионером. Я до сих пор качаю головой, потому что это совершенно естественно. Изучая эти принципы снова и снова, вы на самом деле программируете их все глубже в своем подсознании и начинаете думать как миллионер. Возможно, об этом стоит еще поговорить. Но я говорил о том, что если вы хотите чего-то достичь, все ответы уже найдены. Вам не нужно изобретать колесо. Вам просто нужно делать то, что уже сделали другие люди, и вы получите тот же результат. По закону причины и следствия. Никаких чудес. Как только вы записали и составили план, начинайте действовать по плану. Сразу же делайте то, что указано в плане. Начальная точка – ваш первый шаг. Он будет сложнее всего. В действии очень важно визуализировать, создавать четкую мысленную картину ваших целей. Так, словно вы уже ее добились. Подумайте о своей цели. У меня есть хороший друг. Он очень богат. А когда он был бедным, он читал журналы, в которых были картинки чудесных домов. А сам он жил на востоке Соединенных Штатов. И вот он увидел дом, прекрасный дом в одном из самых дорогих районов Калифорнии, на другом конце страны. Он вырезал эту картинку и повесил на стену, чтобы все время ее видеть. В то время он был продавцом. Он начал думать о том, что живет в этом доме, и начал добиваться все большего успеха. Он купил бизнес, в котором работал, купил другие фирмы в округе. Стал финансово независимым. Переехал в другой город и открыл новое дело. И, наконец, заработал столько денег, что решил переехать в Калифорнию. Он переехал в Сан-Диего и начал подыскивать дом. Агент недвижимости отвел его в тот самый дом, картинка которого висела на его стене в Детройте шесть лет назад. Это был тот самый дом. Он посмотрел свои документы, картинка сохранилась. Сегодня он живет в том доме, недалеко от меня. Он сказал мне, что смотрел на то фото, и весь мир пришел в движение. И в итоге он живет в том самом доме. Давно известно, что существует прямая связь между тем, насколько четко вы видите цель, и тем, насколько быстро вы ее достигаете. Если картинка очень размытая, ваш прогресс идет очень медленно. Но если она ясна, вы очень быстро движетесь к цели, вы активируете закон притяжения, находите людей и обстоятельства, которые позволяют вам ее достичь. Это поразительно. Будет замечательно, если вы начнете просматривать журналы и газеты в поисках фото того, как выглядит ваша цель. Некоторые люди заводят себе так называемую доску желаний. Они берут доску и крепят к ней картинки всего, что хотели бы иметь, когда добьются успеха. Машин, домов, яхт, путешествий, отдыха и так далее. Прикрепите картинки на доску и смотрите на них регулярно. Позвольте картинкам проникнуть в ваш мозг. Это совершенно потрясающе. Я не знал никого, кто сделал так и не достиг своей цели. Все достигают, потому что вы используете величайшие силы во Вселенной. Визуализируйте вашу цель. Сделайте первый шаг и визуализируйте цель. И следующий шаг. Делайте что-то каждый день, то, что продвигает вас к вашей цели. Делайте что-то каждый день. Семь дней в неделю. Даже если просто читаете, узнаете что-то новое. В успехе есть принцип, который называется принципом инерции. Принцип инерции гласит, что очень трудно начать движение вперед. И Исаак Ньютон говорил об этом законе инерции и о том, что тело в покое стремится оставаться в покое до воздействия на него внешней силы. Но тело в движении стремится продолжить движение до воздействия на него внешней силы. Эйнштейн позже сказал, что ничего не происходит, пока не начинается движение. Ничего не случается, пока не возникает движение. Так что, когда вы начинаете двигаться к своей цели, продолжайте движение. Делайте что-то каждый день. И вы поймете, что очень легко продолжить движение, как только вы начали. Но если вы остановились, начинать заново будет очень сложно. И многие люди вот так останавливаются на пути к цели и больше не двигаются к ней. А потом говорят, «О, однажды у меня была цель, но потом я уехал в отпуск, и она пропала». Это одна из самых важных вещей инерции. Да, этот принцип инерции – причина человеческого успеха. Вернемся к тому, о чем мы уже говорили – ориентации на действие. Постоянное занятость делом, действием. И последний принцип постановки и достижения целей – это настойчивость. Каждая цель требует от вас настойчивости. Несмотря на временные проблемы, неудачи, препятствия на вашем пути. Я узнал мощный принцип от русского метафизика много лет назад. Он сказал, что вы можете запрограммировать свой мозг, дав ему четкую инструкцию, чтобы, когда придет время, ваш мозг активировал инструкцию. Это почти как заслать шпиона в чужую страну и приказать ему там действовать. К примеру, это я выяснил сам. Вы можете сказать себе, что бы ни случилось, я никогда не сдамся. Не отступлю. Неважно, сколько раз я разочаруюсь, сколько провалов меня ждет, я никогда не отступлю. Запрограммируйте это в своем подсознании, которое примет его как приказ. А затем, когда встретится неудача или сложность, или разочарование, а они будут, порой такое происходит сотни раз, ваше подсознание включится, и вы подумаете, стоп, я же не отступаю. И вы увидите, как автоматически настраиваетесь. Вы запрограммировали себя на это на пути к цели. Вот упражнение, которое я хочу дать нашим слушателям. Я называю его упражнением десяти целей. Что вам нужно сделать в конце этого урока? Взять листок и написать десять целей, которых вы хотите достичь за следующий год или около того. Годичные цели. Запишите их в настоящем времени. Словно год прошел, и вы уже их достигли. Пишите, я зарабатываю столько-то денег. Обязательно поставьте дату после цели, чтобы ваше подсознание знало, когда вам это нужно. Можно написать, что вы хотите определенную сумму денег в 2013 или 2014. Пишите, я зарабатываю такую-то сумму денег 31 декабря 2013 года. Это приказ от вашего сознания вашему подсознанию, которое передаст это сверхсознанию, которое будет работать над этим 24 часа в сутки. Запишите десять целей в настоящем времени, начиная каждую со слова «Я», чтобы ваше подсознание знало, кто хочет достичь цели. Затем посмотрите на этот список целей и скажите. Представьте, что взяли волшебную палочку и можете ею взмахнуть. И вы можете достичь этих целей рано или поздно, если будете желать их достаточно долго и сильно. Но раз у вас есть волшебная палочка, вы можете достичь одной цели за 24 часа. Если бы вы могли достичь одной цели за 24 часа, какая из них лучше всего повлияла бы на вашу жизнь? Вы посмотрите на список и скажете. Вот эта цель. Если бы я мог достичь этого, это больше всего помогло бы мне достичь остальных моих целей. Большинство людей пишут финансовые цели. Если бы я мог получить эти деньги, я смог бы все. Некоторые пишут о здоровье, некоторые о бизнесе или семье. Одной из моих клиентов была женщина. У нее было очень успешное 20-миллионное дело, которое она создала с нуля. Ее целью были не большие деньги. Она развелась и поставила цель найти хорошего мужа. Она хотела быть замужем, хотела хороших отношений. Это была ее цель номер один. Это оказало бы наибольшее позитивное влияние на ее жизнь. Обведите кружком эту цель. Затем возьмите чистый лист бумаги, запишите вверху страницы. Я достиг этой цели к такой-то дате. Затем составьте список всего, что нужно сделать для достижения цели. Препятствия, которые нужно преодолеть. Знания и навыки, которые нужно изучить. Людей, чья помощь вам понадобится. Затем рассортируйте список по последовательности и приоритетности. И приступайте к действию по плану. Делайте что-то каждый день. И просыпаясь по утрам, первым делом думайте о цели. В течение дня думайте о своей цели. Визуализируйте свою цель. Делайте для нее что-то 7 дней в неделю. И я обещаю вам, что вся ваша жизнь изменится. Я сделал это на Ютубе. Сотни тысяч людей видели это. Я делал так перед большими толпами. И люди возвращались ко мне через 12-18 месяцев после выступления, после моего семинара по спискам целей. И говорили, сегодня я богат. Сегодня я стою миллион долларов. Они говорили, что записав 10 целей, иногда добивались 5 за одну неделю. Люди говорят, что метод 10 целей просто потрясает. Итак, ничего не происходит, пока не начнется движение. И если вам нравится эта идея, вы думаете, что постановка и достижение целей поможет вам увеличить скорость, с которой вы движетесь к цели, в 10 раз увеличить доход и поможет вам достичь большего, чем вы когда-то мечтали. Для старта вам достаточно листа бумаги и ручки. Запишите 10 целей, выберите одну, составьте план достижения и работайте по нему каждый день. И вы изумитесь с полученным результатом. Спасибо, Брайан. Спасибо.